Привет, друзья! Вы на канале Technovave, и сегодня покажем МРТ-аппарат, способный показывать изображение тканей мозга до мельчайших размеров. Автономный гаджет Rebbit с искусственным интеллектом. Увидите китайского робота Волки Рэс, который умеет разговаривать и складывать вещи. Поговорим про проблемы технологии роботок Си, ну и конечно же поговорим про космос. Также у нас есть телеграм-канал, в котором еще больше свежих новостей. Ссылка будет в описании под видео. Французская комиссия по альтернативной энергетике и атомной энергии представила аппарат МРТ. под названием ИСЭУЛТ, способный вырабатывать магнитное поле на уровне 11,7 Тесла. Для сравнения, классические МРТ-аппараты могут генерировать от 1,5 до 3 Тесла. Всего за 4 минуты ИСЭУЛТ может показать изображение тканей мозга размером до 0,2 мм, со срезами толщиной в 1 мм. Этот показатель равный нескольким тысячам нейронов. Полученные на таком аппарате изображения позволяют рассмотреть человеческий мозг во всех деталях в сверхвысоком разрешении. Снимки помогут врачам лучше понять природу сознания и эффективнее лечить нейродегенеративные заболевания. ИСЭУЛТ намного больше других аппаратов МРТ. Его длина и ширина достигает 5 метров, а все его провода можно растянуть на 182 км. Вес такой конструкции 13 тонн. Технология также позволит ученым эффективнее диагностировать и лечить такие заболевания, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. ИСЭУЛТ также способен улавливать химические сигналы, недоступные для обычных МРТ. Стартапу с искусственным интеллектом под названием Рэббит удалось продать 40 тысяч единиц своего автономного гаджета R1 за 199 долларов в течение 8 дней после запуска устройства на выставке CES. Операционная система Рэббит на базе искусственного интеллекта, по сути является виртуальным помощником, который предназначен для взаимодействия с вашими любимыми приложениями, как своего рода универсальный контроллер. Операционная система построена на большой модели действий, обученной взаимодействовать с обычными приложениями, такими как Spotify и Uber. В гаджете можно отправлять сообщения, управлять музыкой, совершать онлайн-покупки и многое другое. Оранжевый гаджет Рэббит размером примерно в половину размера iPhone. Оснащен сенсорным экраном 2,88 дюйма, навигационным колесом, которое прокручивается и вращающейся камерой. Илон Маск объявил, что этим летом компания представит миру свои роботакси. Он также заявил, что владельцы Tesla с функцией Full Sail Driving смогут использовать свои автомобили в качестве роботакси. Однако внедрение беспилотных автомобилей в США сталкивается с непростыми вызовами. Как регулирующие органы, так и общественность выражает опасения относительно безопасности этой технологии. Сан-Франциско стал полигоном для испытаний беспилотных автомобилей, но даже там они столкнулись с неприятием со стороны вандалов. Роботакси компании Google Veima стали объектом нападений, а компания Cruise временно приостановила свою службу после нескольких аварий. Ну и конечно же технология автопилота Tesla также имеет проблемы. Ее обвиняют в переоценке возможности автопилота Теслы. Маск не раскрыл детали, но сообщил, что презентация Tesla Robotaxi состоится 8 августа. Вслед за стартапом фигур, который внедрил GPT от OpenAI в своих роботах, китайская компания Ubitech заключила партнерское соглашение с Baidu. Теперь ее андроид Volker S оснащен мультимодальной платформой искусственного интеллекта. Это позволяет боту понимать команды на китайском языке, отвечать на них и выполнять различные задачи. В видеоролике робот складывает футболку и перемещает разбросанные предметы на поднос, следуя командам на китайском языке и отвечая им. Время отклика между голосовой подсказкой человека и ответом Volker S кажется примерно таким же, как в случае GPT и фигур 01. Возможно даже немного быстрее. Робот самостоятельно выбирает, куда именно положить предметы, что демонстрирует гибкость выполнения задач в реальном времени. Более того, в видео человек достает объект из лотка и кладет его обратно на стол, а Volker S перемещает его в правильную конечную точку. Что касается внешнего вида, бот выглядит как смесь Optimus и фигур 01. Лицо представляет собой вращающуюся круглую картинку. Робот оснащен датчиками глубины и видеокамерами. Это позволяет ему ориентироваться в пространстве, обрабатывать информацию об окружающей среде и распознавать трехмерные объекты, что помогает ему избегать столкновений. NASA выбрала Intuitive Machines, Lunar Outpost и Venture Astrolab для разработки лунного марсохода для своих лунных исследований под названием Артемида. Все три компании будут выполнять заказы с потенциальной стоимостью 4,5 миллиарда долларов в течение следующих 13 лет. Трио разработает идеи своей команды, чтобы помочь астронавтам исследовать южный полярный регион Луны. Считается, что в этом районе есть замерзшая вода, поэтому для NASA имеет смысл создать там базовый лагерь. Все три должны спроектировать транспортные средства, которые могут вместить двух подходящих астронавтов и справиться с экстремальными условиями в этом районе. Они также должны иметь роботизированные возможности дистанционного управления, чтобы NASA могла продолжать проводить испытания и исследовать, даже когда астронавты не находятся на Луне. Программа NASA Artemida направлена на создание устойчивого присутствия вблизи Луны в преддверии ее более крупной цели – однодневной подготовки к человеческим миссиям на Марс. Миссия по высадке Артемида запланирована на сентябрь 26-го года. Друзья, спасибо всем, кто досмотрел наше видео до конца и поставил лайк. Также не забывайте, у нас есть телеграм-канал, там еще больше свежих новостей. Увидимся в следующем выпуске.